здравствуйте дорогие друзья и гости на канале рецепты в гостях вани сегодня хочу показать вам как приготовить стейк из говядины на сковороде и поделюсь всеми важными моментами в приготовлении стейков конечно существует большое количество трубок стейков есть подороже есть подешевле у меня на столе топ сирлойн это не самый дорогой стейк конечно не рибай либо филе миньон но даже такой кусочек мяса можно приготовить очень вкусно она будет нежно главное следовать моментам обратите внимание мясо сейчас я просушу кухонным полотенцем предварительно она продлежала у меня на столе минимум два часа я завернул его в пленку и чтобы не обветрилась она мне пролежала нагрелась до комнатной температуре иногда потребуется чуть дольше иногда чуть меньше а потом пленку я открыл и оставил его еще на 15 минут часто книга пишет что мясо нужно продержать на столе 20 минут и потом уже можно отправлять его на сковородку на гриль либо в духовку мне кажется мясо должно пролежать но минимум хотя бы час а то и два в ресторана где я работал чаще всего стеки лежали один час перед тем как его готовить от того насколько вы просушите сейчас мясо от влаги будет зависеть результат ни в коем случае мясо мыть не нужно будет обратить внимание место где вы покупаете стейк на рынке хороший стейк вы не купите стейк покупается у проверенного поставщика либо производителя то что мясо должно быть обязательно выдержано для того чтобы она была нежная и тогда его можно приготовить любимой степенью прожарки 5 основных степени прожарки они зависят от температуры вкус к мяса до какой степени мы его готовим я сегодня буду ориентироваться на степень прожарки медиум температура в куске должна быть от 57 до 63 целся с максимальная температура мы постараемся снять его когда он будет 60 для того чтобы мясо получилось очень красивая и нежная ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения потому что кому-то нравится мясо с соком кто-то любит чтобы было полностью прожарено попробуйте из потом уже решите как вам нравится после того когда кусочек мяса полностью уже сухой на нем нет никакой влаги я добавляю масса у меня сегодня масло виноградных семечек конечно можно выбрать либо оливка либо подсолнечное на ваш вкус обратите внимание я это делаю на тарелке так готовят в ресторанах и добавляю немного и обязательно крупную соль для того чтобы стейк получился вкусный используется крупная соль ни в коем случае не мелкая также добавляем свежемолотый черный перец распределить равномерно для того чтобы стейк получился вкусный и после того как вы довольны результатом добавляем специи на вторую часть перед этим нужно смазать масла слишком много не добавляйте хорошо его распределяем и проделаю то же самое добавляю соль кажется что очень много но это не так стейк получится очень вкусный и ароматный особое внимание уделите краям на них также нужно добавить специи и далее уже с помощью стейка мы начинаем собирать остаток специи которые есть на тарелке при покупке стейка в магазине обратите внимание на количество жировых прослоек если их содержится много мясо получится очень нежно и вкусно но нужно также ориентироваться на степень прожарки если жировых прослой нога мясо не готовится рир так называемый соком его готовит больше medium либо medium в это когда мясо уже почти полностью прожарено и тем самым в прослойке начинает плавиться и стейк получается нежный за счет этого у меня сегодня посмотрите топ-серлоин в нем будет содержание жировых прослоек минимальная соответственно его можно приготовить так как мне нравится отправляемся со стейком на сковороду жарить его перед тем как отправлять стейки на сковороду она должна быть хорошо нагрета сейчас покажу как это проверить добавляя немного воды и вода формирует шарики а сразу не испаряется этот результат можно добиться на стальной либо чугунной сковороде на тефлоновой либо тонким дом этот результат у вас либо не получится либо получится но не такой качественный добавляя немного масла на сковороду так как мы уже добавляли на стейк только чтобы смазать и жду момента чтобы она прогрелась если сковорода горячим это произойдет очень быстро и теперь выкладывать стейк обязательно от себя чтобы масло не попало на одежду либо руки вы должны услышать сразу шипение и на сковороде не должна образовываться вода это значит стейк выбран правильный от правильно поставщикам и температура хорошая на сковороде нам нужно сейчас красивая золотистая корочка если мы уже достигли результата переворачиваем стейк потому что его нужно переворачивать каждую минуту для того чтобы он готовился даже сейчас равномерно при необходимости температуры на сковороде регулируйте можно чуть-чуть увеличивать если вам кажется что еще недостаточно либо уменьшать главное чтобы ничего сейчас не горело и проверяем как только он подрумянился переворачиваем то сделаем это минимум каждую минуту и когда у вас прошло примерно сейчас две минуты на сковороду добавляю специи у меня сегодня тимьян и розмарин конечно если не нашлось можно не добавлять но так стоит получится очень ароматный а также добавляю чеснок обратите внимание я его не просто раздавил даже не чистил очень важный момент приготовления стейка это равномерная температура если даже она высока а сей будет лежать долго на одной стороне он слишком подрумянится и получится эффект что он будет пережаренный с одной стороны а с другой стороны будет не до жарен но обязательно должна быть красивая корочка когда стейк очень аппетитный существует несколько методов приготовления можно продолжить и на сковороде уменьшив температуру и довести стейк до желаемой степени прожарки я же рекомендую это сделать в духовке и духовка должна быть нагрет на температуру 375 фриндей либо 190 градусов таким образом стейк приготовиться равномерно вы получите более желаемый результат и он будет очень нежный и сочный не забываем переворачивать когда есть уже такая красивая румяная корочка мы будем перекладывать и отправлять в духовку я еще хочу показать что нужно проделать это и на края чтобы края чтобы жир который был тоже немного подправился конечно если готовить дома без камеры я включаю вытяжку потому что образуется очень много ароматного дыма сейчас я это не сделал потому что хочу чтобы вы меня хорошо слышали и когда уже у меня здесь красивая корочка я добавляю немного сливочного масла но сверху не на сковороду этот момент опционы но мне кажется так стейк еще вкуснее вот когда мне уже результат здесь устраивает я его сейчас быстренько переворачиваем отлично выкладываю масло опять же сюда сверху жду еще 15 секунд распределяем маслом и отправляем стейк на противень а сверху на стейк все специи чеснок розмарин и теперь отправляю в духовку на температуру 190 градусов на 7-6 минут я начну сегодня 6 минут а там уже проверим визуально я буду смотреть сейчас на противень если вокруг стейка начнет образовываться сок значит стейк нужно вынимать но конечно нужно ориентироваться на толщину стейка у меня сегодня большой крупный кусочек ему нужно примерно 6-7 минут на температуре 190 градусов после того как я его обжарил на сковороде если кусочек тоненький может быть потребуется всего лишь 3-4 минуты конечно же всегда рекомендую стейк приготовить чуть меньше чем вы планируете потому что он еще дойдет я кстати когда посмотрел на стейк который у меня в духовке добавил еще полторы минуты потому что сока еще было недостаточно визуально он был для меня не готов а вот сейчас таймер уже нужно доставать сейчас выделился сок я вижу что стейк уже красивый важный момент стейк нужно обязательно сейчас снять с противня потому что он горячий и приложить на тарелку температура у нас комнате конечно сейчас не 190 градусов а противень очень горячий сейчас я покажу какая же температура внутри кусочка мяса всего это сделать внутри кусочка сейчас я поверну чтобы вам было видно ориентировались мы на 57-60 градусов цельсия с обратить внимание температура в кусочке то что мне нужно и она продолжает немного расти и соответственно вот 63 это самый максимум он не будет достигнуть мы остановимся скорее всего на 60 60 с половиной градусов цельсияс это то что мне нужно это посередине кусочка и эти специи все также оставляем сверху а вот соки которые на противне лучше не выкидывать а перелить на стейк чтобы он получился вкуснейший термометр конечно можно уже вы не но так в ресторан конечно не готовят потому что сок сейчас начнет выливаться ничего страшного он становится все равно сочный а вот этими соками и ароматами мы поливаем кусочек мяса это натуральная подлива кусочек мяса стейк нужно оставить чтобы он отдохнул если его сейчас разрезать из него вытечет сок потому что во время приготовления вода сузилась в мышцах и соответственно сейчас она должна разойтись соки должны распределиться по стейку и тогда он будет очень сочный а главное нежно конечно очень волнительный момент хочется проверить разрезать и посмотреть какая же степень прожарки получилось мы сегодня ориентируемся на медиум стек еще остается очень сочный внутри есть розовая часть эти соки кстати я не выливаю потому что они очень вкусно чтобы им сверху поливать стейк сейчас мы посмотрим края стек всегда и более прожаренный а когда продвигается внутрь он уже становится то что нам нужно вот посмотрите какая степень прожарки я думаю результат медиум мы достигли обратите внимание стоит очень сочный сейчас когда мы буду продвигаться к середине стейка он еще сочнее вот так нарезаем будем пробовать посмотрите какая красота сегодня получилось я уверен что у вас также получится смотрите конечно не хочу придавлять чтобы сейчас из него не выливались соки есть маленькая кстати хитрость если даже стейк кажется вам жесткий вы его нарезать и потоньше тогда он все равно будет казаться мягким такой трюк используют многие шефы вот такой друзья стейк мы сегодня с вами приготовили он очень сочный нежный желаемой степень прожарки достигнута результат не очень нравится я его конечно хочу очень попробовать друзья и насладиться мясом не самый дорогой кусочек мяса но он очень вкусный и нежный и сейчас я это проверю дорогие мои друзья стейк у нас получился то что нужно он прям тает во рту мясо очень вкусно и ароматно перед подачей рекомендую добавить еще сверху немного свежемолотого черного перца для пикатности чтобы подчеркнуть красоту и вкус стейка посмотрите как он получился ты прям видно насколько он яркий красивый надеюсь камера это передала здесь есть тоненькая корочка которую мы прожарили а внутри он приготовлен так как мне нравится medium дальше конечно его можно приготовить либо медиум был либо в элдан когда мясо полностью уже прожарено песок не остается вот такая красота у меня сегодня получилось я довольны результатом очень вкусный стейк нежный сочный в общем все как должно быть дорогие друзья подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать новые видео ставки лайки это очень меня радует и помогает продвижению моим видео а вы оставайтесь со мной до скорых встреч пока